Танислав Саланович, добрый вечер. Танислав Саланович, добрый вечер. Танислав Саланович, добрый вечер. То, что вы избрали схему с тремя центральными защитниками, это было подстроено, скажем так, под команду турецкую или же это, может быть, именно новые варианты наших действий? Ну, мы же объективно оцениваем игроков и кто на как готовы, и соперника знаем, ну, соперник с сербами играл, сербы играли в такую же схему, правда, немножко с нюансами определенными. Они имели проблемы. Мы, естественно, когда играем с той или иной командой, мы изучаем их игры и видим, с какой командой они какие-то проблемы имели. И поэтому мы перестроили нашу игру и, думаю, она дала плоды, и они не знали, как с нами играть. Думаю, что в этом плане мы поступили правильно. Другое дело, что все равно те моменты, которые мы сами себе организовали, думаю, что это надо менять. Чего не хватило для того, чтобы сравнять счет, потому что все равно моментов было достаточно у нас уже во втором тайме? Ну, чего не хватило, ну, надо посмотреть и с игроками поговорить, потому что, ну, раз чего-то не хватило, значит, чего-то не хватило. А то, что не хватило, я ребятам скажу в раздевалке, на теории, когда спокойно мы это обсудим. Все-таки отсюда не все видно и не хотелось бы говорить то, в чем сто процентов не уверен. И как будет построена подготовка к ближайшему сопернику? Что сейчас у нас, скажем так, в приоритете в ближайшие часы и завтрашний день? Во-первых, наши соперники будут сейчас играть, это раз. Во-вторых, у нас Семенов, Забнин и Кудряшов пропускают игру с Сербией. И, возможно, они даже туда не полетят, а улетят уже в свои клубы, потому что, ну, в этот пандемийный период лишний раз таскать футболистов, думаю, смысла нет. Нам их надо будет поменять и надо найти опять оптимальный состав, чтобы с сербами играть достойно.